приветствую вас дамы и господа на канале уже 19 тысяч подписчиков по-прежнему 50 процентов зрителей смотрят без подписки но в наше время важно подписаться на канал на группу вконтакте на канал натрова если вам интересен мой контент в этом видео мы рассмотрим все легкие танки 10 уровня будем идти от самого слабого к самому сильному сборку оборудования на каждом лт рассматривать не будем поскольку топовая сборка оборудования для легких танков у всех одна малошумная система которая увеличивает маскировку коп чтобы лучше светить через кусты и просветленная оптика чтобы было больше обзора вот те три оборудования которые ставятся на все легкие танки если вы хотите играть в лтшку также на некоторые танки надо ставится сборка на урон досылатель стабилизатор вентиляция можете сделать две сборки и менять их единственный танк исключения это наверное амx 13 105 поскольку там барабанный танк и досылатель не поставить но вместо него можно поставить улучшенный прицел чтобы лучше стрелять если карта городская светить там ничего не надо либо же можете улучшить обзор или маскировку и оставить вентиляцию со стабилизатором либо же полностью уйти в лтшку и поставить самую метовую сборку просветленка коп малошумка принципе по оборудованию все очень просто на легких танках получается у нас топ-7 лт 10 уровня и на седьмом месте на самом последнем самый слабый легкий танк заслуженно в з-132 1 2017 году этот танк появился в 2017 году там через патч через несколько ему добавили пару снарядов видимо мало и больше с этим танком ничего не делали почему же этот танк занимает последнее место и заслуженно самый худший начнем с орудия самые плохие увн и еще у т-100 лт увн и минус 5 градусов но т-100 лт низкий и там эти 5 градусов не так критичный как здесь поскольку это танчик чуть больше сведения на предпоследнем месте 1 и 9 хуже только у 13 105 но там барабанный танк одна из самых худших точностей 04 хуже только у т-100 лт но там стабилизация все дела а здесь такое далеко не самое лучшее скорострельности дпм альфа 390 это казалось бы для лт неплохо но у 5 танков из 7 альфа такая же 390 так мы ничем не выигрываем мы проигрываем по увн am по дпм у по точности у нас в орудии плюсов никаких особо нет на фоне всех остальных лт заслуженно худшее вооружение среди легких танков теперь поговорим про броню наверное на лт рассматривать броню как-то странно но здесь лучшая броня но я такую броню называю лишней броней сейчас объясню почему есть ряд танков в игре у которых есть броня но она по сути не танкует но из-за этой брони остальные параметры танка скручены в худшую сторону из-за чего получается что это лишняя броня если бы этой брони не было и остальные параметры подняли бы то это был бы нормальный танк а так получается что у нас если посмотреть на коллижен модель танкует только щеки башни и больше ничего лоб башни не танкует крыша лючки точно нет корпус вообще со всех сторон дырявый танкует только щеки башни в которой еще нужно попасть поэтому заслуживает ли такая броня звание лишняя броня абсолютно заслуженно лишняя броня поскольку из-за нее у нас страдает орудие она откровенно одну из худших также маскировка тоже одна из самых худших хуже только у шеридана но шеридан это огромная коробка было бы удивительно если бы у него маскировка была лучше ну и обычный обзор 400 что можно сказать про этот танк абсолютная туфта причем ветка такая же абсолютно невзрачные интересные танки единственное в чем этот танк не самый плохой это пробить основным снарядом 246 лучше только ум антикоры 248 самое ли главное это на легком танки если мы не должны лоб в лоб на лтшки перестреливаться у нас должна быть скорость и мы должны заезжать с той стороны где нам удобно в нужный момент стрелять в борт в корму и так далее видим что остальные танки у которых пробитие 230 240 гораздо лучше чем танчик у которого там на 10-15 пробития больше нам это лишнее пробитие чуть-чуть не самое важное что он нужно этому танку поскольку наша задача не стреляться лоб в лоб наверное один из самых интересных легких танков когда-то давно до 2017 года это был в за 131 в 2017 году растянули ветки лт до 10 уровня обнули кучу танков и вот что мы имеем интересный танки из этой ветки пропал ему дали какую-то корявую пушку и он стал абсолютно невзрачным и добавили десятку которая тоже себя ничего интересного особо не представляет заслуженно самая слабая лт-10 причем если посмотреть на китайские ветки они практически все одинаково плохие у всех медленно летит снаряд пушки кривые критуемость зашкаливает это реально вот ветки которые нужно качать в последнюю очередь только для разнообразия если вам вообще заняться нечем поэтому танк заслуженно самый плохой среди лт-10 подходит только для бывалых танкистов чисто для разнообразия покататься если уже ну просто нечем заняться полевую модернизацию вы видите на экране ну а мы идем дальше а вот и танк который занимает шестое место в нашем топе это шеридан появился он в игре все в том же 2017 году потом через патч через два ему там апнули альфу было 360 сделали 390 на фугаснице тоже альфу немножко подняли потом аж в 2021 году улучшили точность на фугаснице еще и стабилизацию на 12 процентов тоже апнули ненавижу я эти огромные фугасницы встречаются люди которые на шеридан не катаются на фугаснице я ни разу на ней не орал а вот на обычном с альфой 390 прилично так покатался мне этот танк нравится но назвать его легким танком язык не поворачивается поэтому он и занимает предпоследнее место давайте разбираться почему если смотреть на огневую мощь пробитие 236 специальным снарядом у лт практически у всех пробитие 280 и шеридан не исключение у 13 105 у панзервагена в с 1321 и у шеридана пробитие специальным снарядом 280 у танка у которых более менее обычная привычная стрельба забалансили все под одно пробитие а вот у остальных танков т100 лт ебр мантикора у трех танков из 7 пробитие получается заметно ниже чем у остальных специальным снарядом также по поводу полевой модернизации у всех легких танков роль одинаковая только у ебр а другая поэтому практически у всех танков полевая модернизация будет одинаковая единственно что у ебр а будет другая поскольку она в принципе там другая так вот если вернуться к нашей огневой мощи шеридана то у нас как для лт обычное пробитие специальным снарядом обычное пробитие базовым снарядом такая же альфа как и у большинства 390 а вот у в на 10 градусов и лучший дпм среди всех 2653 на пустом танке со стопроцентным экипажем без перков то есть это танк прям про урон и у него самое большое количество очков прочности можно смело на пол снарядика вражеского принять больше поскольку хп хоть и больше но если сравнить с колесником то это 300 хп а если сравнить с тесту лт эту это всего лишь 100 хп разница 1600 это конечно заметно но с нулем брони долго размениваться не получится также если посмотреть на маскировку это худшая маскировка лучший обзор конечно 420 столько же у панзервагена у остальных поменьше максимальная скорость 65 это худшая максимальная скорость также как и увз 132 1 вот и получается что эти два танка занимают последние места они по скорости худшие по маскировке худшие единственно что у шеридана лучшее орудие нет брони но он явно получше чем в за 132 один но он хорош только в одном в нанесении урона в принципе неплохая точность 038 лучше только у панзервагена и ибр а у всех остальных похуже будет либо также 038 это в принципе так по серединке получается наш шеридан очень плох как лтшка активная да и как лтшка пассивная которая стоит в кусту что-то светит тоже нам скорее нужно отыгрывать как средний танк с элементами лт так что то там можно иногда подсвечивать но нужно понимать что практически любой соперник нас пересветит мы конечно же за счет лучшего обзора можем тоже что-то подсветить но чаще всего на шеридане ставится оборудование на урон поскольку светить на шеридане желания абсолютно нет с худшей маскировкой с таким огромным размером еще и динамика одна из худших задний ход вообще ужас для среднего танка 22 назад это в принципе неплохо но для легкого танка это один из худших показателей вот у нас получается что лтшка в основном свои цифры набивает уроном нежели за светом поэтому по статистике она занимает последние места и новичкам я бы наверное этот танк не рекомендовал в качестве основного легкого танка но для бывалых танкистов для разнообразия поиграть на лтшки на урон это интересное занятие но нужно понимать что таким образом если у соперников будет нормальная лтшка которая хорошо светит вашей команде будет очень плохо если вы будете не доигрывать на шеридане в этом вся суть почему он занимает последние места поскольку он не дотягивает как и лтшка до остальных танков но по него и мощи по нанесению урона он явно один из лучших на пятом месте в нашем топе а мэйкс 13 105 это танчик уже по разнообразнее и в нанесении урона и в маскировке в общих чертах можно сказать что он так себе проактивный свет очень хорош как пассивный светляк и за счет барабана это единственный барабанная лтт за счет барабан он в урон тоже может то есть получается что уже такой разносторонний легкий танчик брони у него нет всего лишь у двух танков среди всех лт можно сказать что есть какая-то броня этого за 1321 и т-100 лт но от 13 105 как и у большинства брони никакой нет поэтому рассматривать мы ее не будем сборку тут чаще всего используют как вы обычной нормальной лтшки командирский обзорный прибор малошумная система просветленка если карты какие-то закрытые городские то ставим сборочку на урон стабилизатор вентиляции поскольку танк один из самых плохих по точности точность 04 то имеет смысл поставить прицел еще пробитие специальным снарядом стандартная 280 обычным снарядом 234 тоже обычный результат уже только у теста лт и ибр а но а тех у кого больше там не особо то и больше по сути все в балансе орудие опускается вниз на 8 градусов это неплохо но сведение у французов как обычно подкачала 2 и 2 сведения это так себе получается что наш барабан лучше всего раздавать с близких расстояния поскольку и точность одна из худших сведения туговатое но это танчик все же в урон может снаряда в барабане 3 альфа 390 болезненный барабан который ощутит любой соперник но с барабана кого-то прям сразу забрать будет очень сложно поскольку урона на весь танк вряд ли хватит но мы все же легкий танк обладаем скоростью и не должны с соперниками сражаться прям в ближнем бою раз на раз а вот заехать из-под тишка там раздать барабан и уехать это в самый раз также занимать какие-то кусты для пассивного засвета тоже хорошо маскировка у нас неплохая почему 13 105 занимает пятое место и отстает от самых топовых лт во первых в динамике он не самый лучший а наоборот один из худших назад скорость 22 вперед 68 да конечно есть танки похуже но есть танки намного лучше это первое второе по точности это танк один из худших также одна из самых плохих удельных мощностей 37 с половиной хуже только у вз-132 1 у всех остальных лт удельная мощность 40 плюс поэтому это танчика играется как один из самых неактивных из куста в куст конечно кататься прикольно но чаще всего это пассивный подсвет иногда по возможности из-под тишка заехать раздать барабан и уехать остальные легкие танки играются заметно активнее поэтому он от них и отстает но это неплохой интересный легкий танк с прямыми руками можно на нем и светить хорошо и урон за счет барабана набивать но топовым прям самым лучшим лт этот танк назвать нельзя на четвертом месте у нас т-100 лт советский легкий танк 10 уровня так же как и практически все он появился в игре в 2017 году так же как и большинство лт которые 10 уровня появились 2017 году в том же 2017 году его тоже немножко апнули буквально там перезарядку на полсекунды уменьшили и он стал стрелять быстрее только мантикора и и бр появились у нас в 2019 году все остальные легкие танки 10 уровня появились в игре в 2017 самых больших изменений наверное претерпел rain metal panzer wagen все остальные лт слишком сильно не трогали единственно что там и бэра пару раз понерфили что можно сказать про т-100 лт но во первых это вторая лт с броней если посмотреть коллижен модель брони то башня немного танкует у т-100 лт так же как и у в з-132-1 в основном танкует только щеки башни все остальное пробивается вот в принципе вся броня но т-100 лт очень маленький плоский у него и с маскировкой все хорошо лучше маскировка только у мантикоры и и бэра и с максимальной скоростью все классно 72 вперед но что же у этого танка плохо раз он занимает всего лишь четвертое место с такими параметрами во первых самая худшая точность 044 у большинства танков у лт-10 точность 038 04 только у одного танка там супер точность есть и он повыше но 044 это прямо откровенно и самое дно хуже нету ни у кого также пробитие 230 это тоже одно из самых худших основным снарядом это не прям уж сильно мало но заметно меньше так еще и пробитие специальным снарядом всего лишь 248 то основной снаряд это подкалибер специальный снаряд это бэбэшка удивительный набор снарядов неплохой дпм 2307 неплохое сведение 1.9 но альфа всего лишь 300 если у большинства легких танков альфа 390 это заслуженно самая маленькая альфа так чего же не хватает этому танку чтобы занимать прям реально первые места среди легких танков 10 уровня очевидно это орудие и по точности и по альфе все очень плохо до хорошая стабилизация но увн и 5 градусов единственно что эти воины спасает это то что танк супер низкий ниже него наверное нету ничего это наверно самый плоский легкий танк 10 уровня единственно что мантикора еще малюсенькая но она короче но чуть выше тесту лт чуть ниже но длиннее примерно что-то типа такого это реально клёвый легкий танк интересный очень активный динамичный прям для активной игры он хорош практически во всем умеренно хорош и в динамике и даже какая никакая броня там присутствует местами но мы-то выяснили что в основном только щеки башни танкуют но хоть что-то и дпм какой-то есть но конечно танки с дпмом большим и с альфой большей и с хорошей тоже динамикой выигрывают у тесту лт немножко он в орудии проигрывает открывая тройку наших лидеров там который апнули в последнем вот патче rain metal панзерваген немецкая лт 10 уровня которая до этого патча занимала последние места и было очень глубоко по своим результатам теперь же она выбралась наверх и заслуженно занимает топовые места чем этот танк хорош чем плох почему же он все-таки не занял самые топовые места если в двух словах сказать то этот танчик и про урон и про динамику но вот конечно же маскировка его подкачала размер большой поэтому он все же двум танкам уступает давайте подробнее поговорим про огневую мощь альфа у этого танка 320 хуже только у т-100 лт это прям предпоследний результат пробитие основным снарядом 242 специальным 280 пробитие неплохое орудие вниз опускается на 10 градусов это клёво сведение 1.34 на пустом танке со стопроцентным экипажем точность 0.32 это лучшее сведение лучшие увн и лучшая точность и один из лучших дпм в 2452 лучше только у шеридана но шеридан проигрывает в сведении в точности также шеридан проигрывает еще и в динамике еще и в маскировке да конечно маскировка у панзерваген а так себе даже увз-132 1 чуть чуть лучше буквально там вообще капелюшечку то есть у панзервагена такое там предпоследний результат по маскировке есть и есть но хотя бы не последний максимальная скорость вперед 75 это самый большой результат в максимальной скорости среди всех легких танков по сути это прям самый быстрый танк получается еще и мощность двигателя 1100 самый мощный двигатель самое смешное что на втором месте по мощности именно двигателя в з-132 1 но он и самый тяжелый удельная мощность у панзервагена 44 лучше только у т-100 лт 48 получается наш танк про динамику про самое комфортное орудие один из лучших дпм of лучшая максимальная скорость самый большой обзор 420 разве что у шеридан столько же не самая последняя маскировка хотя бы единственное что в динамике колесник может обогнать нас только если включат свой скоростной режим у него будет максималка 91 только так мы проигрываем колеснику в динамике но ему нужно чё-то там переключать мы всегда едем с одной скоростью и нам по кайфу можно четко сказать что панзерваген это убийца шеридана шеридан после аппы панзервагена смотрится ненужным ведь у нас есть танк который примерно про то же самое но он лучше и в нанесении урона комфортней и в динамике комфортней он во всем лучше единственное что альфа меньше может быть прям в городских условиях на шеридане урон будет набиваться лучше но больше никаких преимуществ я не вижу поэтому шеридан заслужена там в конце панзерваген заслужена вверху на третьем месте в нашем топе за счет такого орудия классного на панзервагена успешно можно поставить сборку как у нормального лт командирский обзорный прибор малошумная система и просветленка и мы будем очень хорошо все также наносить урон и как легкий танк что-то из себя будем представлять поэтому он и занимает третье место остальные легкие танки которые очень страдают в орудии если на них ставишь сборку метовую легкого танка они значительно проигрывают таким танком которые не страдают у панзервагена орудия самодостаточное ему не надо ничего улучшать а вот если взять амx 13 105 там не хватает точности ввз 132 в принципе все плохо у шеридана с маскировкой плохо точность не самая лучшая у теста лт опять же точности не хватает но зато он во всем остальном неплох и альфа маленькая то есть эти все танки у них есть недостатки какой недостаток у панзервагена большой размер не самая лучшая маскировка все все остальное очень хорошее это танчик прям реально можно попробовать тем кто и на лт любит поиграть активно еще и урончик хочет понабивать этот танк реально клёвый после того как его апнули действительно стоит его попробовать если вам нравился шеридан то я думаю это танчик тем более должен понравиться вот мы и подошли уже ко второму месту и на втором месте у нас ебр 105 это наверное самый необычный легкий танк в нашем топе лт-10 самый токсичный и возможно самый сложный во первых что хочется про него сказать это самый быстрый легкий танк у него два режима в одном максималка 70 вперед 50 назад и он хорошо маневрирует и другой режим более скоростной где максимальная скорость 91 вперед 65 назад но в этом режиме он хуже поворачивают также у него лучшая маскировка среди всех лт-10 очень близко к нему мантикора подбирается прям вообще впритык но от мантикор недалеко по маскировке т-100 лт остальные танки прям заметно похуже в маскировке также это единственный колесный танк у него нет гусениц он славится тем что не пробивается в эти колеса на самом деле он высоковатый и колеса большие урон в игре наносится только когда основную броню пробиваешь все навесные всякие модули когда в них попадаешь это не гарантирует что-то урон нанесешь вот если через него снаряд влетит в основную броню и пробьет только тогда нанесешь урон колеса и толстые и высокие поэтому часто происходит так что ты попадаешь в колесника но не попадаешь в основную броню поскольку она находится посередине между колес нужно прям в нее попасть также это поскольку самый быстрый и легкий танк у него еще надо попробовать попасть тем более что он там может маневрировать очень жестко что касаемо огневой мощи во первых самое плохое пробитие основным снарядом 190 специальный снаряд пробивает всего лишь 240 тоже не сильно много но немного пробития фугасом повышенная 75 у всех остальных легких танков 10 уровня повышенного пробития фугасом нет за исключением я еще забыл упомянуть что чем приколен панзерваген который занимает у нас третье место у него фугасом пробить и 120 самое большое пробитие среди всех легких танков причем даже год колесник славится своим фугасным пробитием но у него всего лишь 75 но его кстати понерфили раньше было больше не помню сколько 90 там или у панзервагена 120 у большинства остальных легких танков пробитие фугасом там в районе 50 60 здесь 120 и альфа 420 панзерваген реально хорош во многих вещах но мы возвращаемся конечно же к нашему колеснику альфа у него 390 ну как и у большинства легких танков орудие вниз опускается на 7 градусов это немало нормально точность 036 это одна из лучших точностей лучше только опять же у панзервагена но у панзервагена нету скоростного режима и нету лучшие маскировки поэтому ибр выигрывает и уже можно в принципе сделать вывод что конечно лт-шки лучшие те у которых большинство параметров хороши но очень важна динамика и маскировка плюс альфа это наверное одни из самых важных параметров которые могут сделать легкий танк лучшим альфа точность динамика и маскировка это наверное самые важные параметры в легком танке у панзервагена вот маскировка подкачала и альфа вот что реально подкачала у колесника это дпм 1950 и мы понимаем что дпм не самое важное в легком танке но на примере панзервагена понимаем что и не самое бесполезное если остальные параметры тоже хороши получается наверное один из самых важных параметров это динамика дальше уже идет у нас орудие с маскировкой а вот какая-то там броня как на вы за 132 или просто дпм как на шеридане без ничего там альфа дпм и все это конечно не самое важное поэтому ибр занимает у нас второе место хотя казалось бы смотришь дпм просто самый плохой пробитие тоже самое плохое но хорошая альфа с нормальной точностью с лучшей маскировкой и лучшей динамикой делают свое дело это там заслуженно получает у нас второе место в нашем топе это реально классный танк единственные наверное косяк в нем это то что я на нем попробовал играть сразу как он вышел поскольку в то время он ездил и управлялся так себе через какое-то время там через какое-то количество патчей управление колесником улучшили и управлять им стало приятнее я же немножко подгорел на нем поскольку управление изначально было не очень приятные проблемы колесника в том что он не может на одном месте развернуться прям реально на одном месте какой-никакой круг вокруг себя ему нужно сделать чтобы развернуться и вначале это управление было она просто ужасно второе место в нашем топе самый динамичный с лучшей маскировкой и наверное один из самых токсичных легких танков ебр 105 ну и вот у нас первое место мантикора лучший легкий танк 10 уровня я еще кстати забыл упомянуть про ебр а то что у него худший обзор то есть у танка худший обзор худший дпм худшее пробитие танк на втором месте вопросы что же такое мантикора мантикора это обалденная маскировка которая немножко уступает ебр у это хороший обзор в отличие от ебр 400 да конечно не 420 но не 340 максимальная скорость 68 вперед что как бы приближается к лучшим результатам удельная мощность 42 тоже неплохо также про орудие лучшее пробитие основным снарядом и альфа 390 обычная точность 038 нормальное сведение 1 и 9 орудие вниз опускается на 8 градусов видим что здесь опять же динамика на высшем уровне хорошая максимальная скорость альфа худший дпм 1743 даже ебр чуть-чуть обгоняет я думал ебр а худший дпм но тут еще хуже но альфу дал и на ушел на кд в принципе нам больше ничего не надо что 13 с половиной секунд кд еще 12 секунд кд какая разница обладая хорошей динамикой маскировкой ты просто выдаешь альфу и поехал или даже не светился даже можно и ехать и все ты и урон можешь набивать и светить ездить носиться по всей карте вот что главнее на танке да конечно танки про урон легкие тоже прикольные по-своему но лучшими легкими танками их сложно назвать плюс еще мантикора один из самых маленьких легких танков это реально просто маленькая коробочка с огромной пушкой кстати орудие вверх очень плохо поднимается на 8 градусов это самый плохой показатель у внов вверх там что вниз 8 что вверх 8 вообще удивительно что это орудие огромное в таком малюсеньком танке хоть как-то вообще двигается что мантикора что ебр появились в игре в 2019 году но в отличие от ебра которого там нерфили несколько раз мантикору не трогали вообще она как появилась так просто и существует вот она в патче 1.6 появилась в игре и просто в ней находится мирно спокойно никого не трогает просто занимает первое место и кайфует на мой взгляд шеридан и китайский т-32-1 уже не актуальны у шеридана есть актуальная замена китайский легкий танк вообще ни о чем с горем пополам можно как-то еще поиграть на барабаном 13 105 уже начиная от т-100 лт и выше начинаются реально классные лт шки но мне кажется топ-3 легких танка 10 уровня они абсолютно разные панзерваген и про урон про динамику ебр про урон про динамику и маскировку мантикора про маскировку динамику урон реально прям видно про разные в принципе я все что хотел сказать про легкие танки 10 уровня сказал пишите свое мнение в комментариях как вам эти танчики как вам топ понравился или чем не понравился нажимайте лайки дизлайки обязательно и подписывайтесь впереди 20 тысяч подписчиков с вами был варчик играть красиво всем удачи пока а